приветствую всех зрителей моего канала и сегодня покажу вам мои небольшие действительно небольшие покупки за вторую часть ноября и за декабрь не знаю возможно буду еще что-то в декабре приобретать хотя планов никаких нет и вообще все что ну фактически все кроме вот я сейчас смотрю на эту всю гору все кроме одной вещи я тут же пустила в использование сразу же после покупки то есть покупалась это именно по необходимости и что вы сейчас видите перед собой это фетр вот этот лист фетра вам уже известен по видео оформлении моей игрушки петушка я хотела думала оформить мне задник этой игрушки с помощью фетра или с помощью ткани выбрала оформить с помощью ткани и такие мне кажется что правильно я поступила выбрав для задника вот этой вот игрушки именно ткань а не фетр потому что с фетром бы смотрелось это все как-то более скучно и также для этой игрушки как уже можно видеть я приобретала вот такой вот шнурок в киеве на крещатике в светанке за по-моему три гривны метр вот метр я его и приобрела видите еще кусочек остался и кусочек пошел на оформление этой игрушки вот что у нас получилось так что шнурок пригодился а оранжевый фетр увы нет и здесь у нас четыре листа фетра такого вот голубого цвета как вы думаете для чего они мне нужны я думаю много кто догадался это фетр для моих игрушек домиков от dimensions рождественская деревня я уже думаю что пора бы уже их оформлять но сейчас вот я вышила уже две и думаю вышить к этому новому году еще третью и соответственно я смогу оформить уже три игрушки а фетра у меня было два листа и я понимаю что два листа мне хватит на оформление четырех игрушек то есть вот одна заготовка и вторая заготовка для задника и получается что мне на оставшиеся две не хватит фетра и я пошла опять же в светанок на крещатике с мыслью взяла вот эти вот два листа фетра с надеждой либо купить еще хотя бы один лист такого же точно фетра если он мне попадется точно такой же либо уже купить просто три листа какого-то другого фетра но чтобы они все были одинаковые то есть игрушки же не виновата что я буду их оформлять не все разом а в два захода задники же все-таки должны быть одинаковые и мне повезло сказочно у меня было два листа фетра и я купила еще два листа точно такого же фетра представляете они лежали там ждали меня год потому что вот эти я покупала перед прошлым новым годом но вот повезло поэтому четыре листа фетра почему взяла 4 с запасом потому что знаете если я чуть что-нибудь там напортачу и мне не хватит в итоге кусочка фетра я не знаю что со мной будет поэтому я решила что лучше взять запасом фетр там в светанке по 12 гривен за один лист также будучи в светанке но уже в отделе с тканями я приобрела вот эту я даже не знаю как вам правильно это показать потому что если я достану его из кулька он никогда больше не поместится внутрь это сделала продавец очень профессиональным таким каким-то движением это метр синтепона синтепона как хотите он достаточно тонкий то есть если вы можно еще в принципе расслоить но это самый тонкий который у них был здесь метр да здесь метр стоила эта радость 36 гривен вот за весь вот это вот огромный просто кусок я не знаю здесь здесь такой тюк я даже страшно себе представить насколько мне его лет хватит но на самом деле я покупала уже у них метр синтепона и вот все что у меня от этого метра осталось это был вот точно такой же огромный кулек и у меня от него осталось вот то есть тут уже маленький такой кусочек уже какие-то совсем обрезочки вот столько материала я поместила в свои всякие новогодние игрушки преимущественно даже страшно себе представить что такой объем был мной использован сейчас доделаю доделала до использую вот это и буду приступать вот этого вот огромному куску и также когда я делала новогодние игрушки вечная элегантность вот я насобирала обрезочков видите вот это вот все весь этот пакет это все вот такие вот маленькие обрезки от синтепона видите вот что то такое я их все оставила потому что их очень много и ими реально можно знаете никогда нужно вырезать вот что-то четко как я делала для этой игрушки вот что нужно вырезать там четкий круг или несколько четких кругов а когда нужно будет именно набить что-то его можно еще порвать набить так что у меня все идет в дело далее для моей подушки для моей наволочки совы я приобрела подушку и подушка это выглядит вот таким вот образом это внешне вот этот вот чехол это флизелин а внутри силиконовые шарики я увидела эти подушки в ашане и мне очень понравилось что они не вот такие вот знаете как какие-то декоративные красивые которые все равно нужно будет поместить внутрь наволочки их не будет видно и кроме того я очень боялась что какая-то цветная подушка она будет просвечивать изнутри так как у меня там большое количество не зашитого пространства на наволочке что она будет просвечивать вот в эти вот дырочки равномерки будет некрасиво вот эти вот штуки мне кажется вообще абсолютно идеальны для наполнения всяких декоративных наволочек собственно мне кажется для этого они созданы и вот тут у меня осталась этикетка фирма руно подушка 40 на 40 состав чехол флизелин наполнитель шарики силиконовые единственное что произошла у меня такая некоторая неприятность этой подушкой потому что она на самом деле не 40 сантиметров а 37 и за счет этого она немножко болтается внутри моей наволочки совы у меня есть еще две таких подушки и посмотрю возможно какая-то из них будет больше так что вот имейте ввиду если будете шить наволочку конкретно под эту подушку то нужно наволочку шить явно чуть чуть меньше потому что подушка меньше заявленного на этикетке что конечно очень обидно и чтобы не быть голословной смотрите видите подушка здесь длиннее по вот этому краю тут еще такая вогнутая если по вот этому краю что длиннее померить у нас получается 30 ну 37 30 36 с половиной даже сантиметров то есть в наволочке она очень свободно скажем так наволочка очень свободно на этой подушке и конечно это не очень приятно надо будет что-то с этим решать о следующих заготовках и даже выставляла пост в инстаграм я зашла в группу вконтакте мне понравилась вот такая вот новогодняя игрушка и понравилось мне в ней то что она уже сшита сейчас мы посмотрим с вами поближе это рекаму а у них даже оказывается есть сайт но группа вконтакте я покупала через группу вконтакте оставлю ссылку вам под видео на это как и на все другое если можно будет на что-то оставить ссылку хотя мне кажется что пока что все что я показывала я купила в светанке на крещатике а значит захотела я вот эту вот игрушечку и подумала что ну не брать же мне одну игрушку платить за доставку поэтому появилось у меня еще три игрушки это наборчик можно сказать хотя там были еще другие кандидаты на то чтобы стать частью этого набора там таких игрушек вот красно-белых было достаточно много вот такая вот варежка сапожок и звездочка что мне понравилось в этих игрушках это во первых то что они уже сшиты как мне казалось сейчас расскажу почему и во вторых то что их делать за один вечер можно сделать все три учитывая что они двухсторонние то есть там вышивка не только с одной стороны а и с другой стороны единственное что это именно заготовки бисера здесь нет и давайте посмотрим с вами например на вот эту вот достанем посмотрим видите сапожок двусторонний и почему я говорю что мне казалось что он сшитый это то что здесь меня смутил вот этот вот кулечек с наполнителем а оказывается что здесь у сапожка как и у других игрушек есть вот такая вот дырочка и нужно будет сначала вышить потом вот в эту дырочку напихать этот наполнитель и я так понимаю зашить хотя к игрушке нет никакой инструкции то есть догадывайся сам собственно здесь несложно это и догадаться но вот никто не предупреждал что в нем дырка там было написано что и полностью готовы сшитые игрушки но конечно сложности особо это не представит как насчет вот этих вот трех игрушечек наборчика посмотрим буду ли делать их в этом году но вот эти вот три игрушки явно пойдут одному человеку потому что абсолютно очевидно что это комплект а вот эту игрушку я точно буду вышивать в этом году не далее как сегодня потому что хочу подруге подарить ее на новый год вот такая вот симпатичная варежка со снеговиком и ангелочком маленьким здесь кстати если там всего один цвет то здесь давайте достану из этого шумшащего кулечка если там всего один цвет белый то здесь видите целых 1 2 3 4 5 6 6 цветов конечно весь бисер я буду брать из своих запасов ничего специально под эту малюпуську покупать не буду и что мне нравится что здесь в принципе тоже цвета нанесены четко никаких нет сомнений но вот здесь они нанесены еще более четко то есть вот эта вот маленькая бумажечка она является одновременно обложкой ключом и можно даже сказать схемой то есть все здесь очень четко на ней прорисовано и даже если бы были какие-то вопросы хотя их нет то все их можно было бы решить с помощью вот этой вот одной штучки единственное что да нет инструкции но тут уже разбирайся сам и вчера я открыла эти вот кулечки видите как они выглядят то есть такое ощущение что этот кулечек сейчас лопнет просто что сейчас разорвет и я вчера имела неосторожность открыть этот пакетик я думаю что для чистоты эксперимента придется мне попробовать это сделать еще раз как только ты его открываешь из него знаете как пена просто валит этот наполнитель а вот дальше его уже вряд ли видите он вылезает этот наполнитель представляет собой вот такие вот шарики то есть это не какой-то мелкий синтепон это вот такие вот шарики и шариков этих здесь огромное количество то есть тут его этого наполнителя не знаю мне кажется что гораздо больше чем на эту игрушечку одну но посмотрим посмотрим сделаю потом расскажу вам да вот сделаю расскажу вам потом о том хватило его или нет или мне кажется что его даже останется и почему я собственно выкладывала пост в инстаграм это группа вконтакте у них стопроцентная предоплата но я не боялась потому что я уже делала там заказ в прошлом году это игрушки тоже новогодние которые я вам увы не показывала я вам их не показывала в покупках я даже не показала вам их в моей коллекции заготовок для вышивки бисером потому что хотела сделать сюрприз но сюрприза не удалось потому что к этому новому году я их не успею сделать но я тоже заказывала их той группе и в этот раз я ждала заказ из четырех заготовочек а получила достаточно такой большой тяжелый пакет на новой почте принесла домой думаю ну что же там может быть кроме вот ну серьезно вот сколько я заказываю в интернет магазинах разные присылали но такого еще не присылали мне прислали конфетки понимаете я открываю смотрю конфеты думаю ничего себе а тут написано что это подарок вот видите с колокты фрикаму витая вас с двум христовым тоновым роком поздравляем с рождеством и новым годом и тут нормально так конфеток это выкладывала пост в инстаграм говорю что как уходь бы их не вскрыть до завтрашнего видео красиво все так запаковано внутрь вложен этот поздравительный листочек открыточка маленькая но слушайте это очень приятно вот действительно это очень приятно и порадовала так что этим заказом я очень довольна и эту игрушку я уже точно покажу вам ближайшее время вышитую и пока что крайней покупкой этого месяца является набор я уже проговорилась в чем там я проговорилась по моему впечатлениях месяца я проговорилась что я заказала один набор мэрэшки на волне того что появилась информация что мэрэшка больше не будет продавать свои наборы по оптовым ценам соответственно в украине соответственно их не будут закупать в группы вконтакте и соответственно наборы все будут очень дорогие и пока была возможность купить набор подешевле через группу вконтакте я его приобрела я думаю что многие уже догадались что это за набор это маки да это маки от мэрэшки я думаю многие помнят что я вышивала анютины глазки от мэрэшки и вот это вот ну можно сказать фактически парная к картина она тоже длинная тоже с цветами единственное что в отличие от набора с анютиными глазками здесь был набором на выбор либо на конве либо на равномерке если честно я бы с большей охотой приобрела набор на равномерке но так как они будут висеть вместе и так как у меня уже анютины глазки на конве пришлось мне взять набор на конве мэрэшка маки артикул к 33 если мне не изменяет память это тот же самый художник который разрабатывал и анютины глазки здесь огромное количество не так нитки очень яркие красивые канва вот канва здесь 16 каунт иголочка и этот набор я приобретала в контакте в группе осьминожка так что есть у меня теперь вот такие вот маки я думаю что многим известно что я давно думала покупать или не покупать этот набор потому что кому-то понравились именно вот эти вот маки мне же понравились сразу анютины глазки но маки тоже очень красиво и они очень красивые варшиве поэтому я рада что у меня есть такой набор и рядом на соседних либо на противоположных стенах мы пока не выяснили эти вышивки будут смотреться как мне кажется очень красиво так что вот такие вот у меня были приобретения второй половины ноября первой половины декабря и как можно заметить здесь все либо уже пошло в ход и осталось чуть-чуть либо в ближайшем времени это все переработается включая конфеты единственное что набор да набор в запасы не знаю приступлю ли я к нему в 2017 году нужно будет подумать все таки анютины глазки это была достаточно большая работа но посмотрим нужно будет подождать вдохновение я если честно до сих пор в ну скажем так процентов 60 планов на следующий год я уже себе составила но процента 40 еще неизвестно я еще сама не определилась все спасибо всем большое за внимание удачи вам и творческих успехов пока а а